друзья всем привет из солнечного витязева таким этот анапский курорт является конечно в летнее время но только не в феврале этой зимой редко когда можно приехать увидеть его заснеженным ну мы приехали посмотрим покажем вам и прежде чем начнем нашу прогулку попрошу поддержать лайками балалайками подписывайтесь на канал и теперь отдыхайте тоже с youtube каналом папа может начинаем припарковался в самом центре недалеко с парале и так непривычно видеть витязева таким безжизненным и пустынным какая-то стопка леса здесь видно что-то строить собрались ну ничего прогуляемся думаю что-нибудь интересное так точно найдем не зря я пью вино на склоне дня заслужена его глухая власть вино меня уводит вглубь меня туда куда мне трезвым не попасть до пушкин просто отдыхает как я неоднократно подмечал когда был витязева раньше здесь самый дешевый шашлык не только всего побережья на пожалуй всего краснодарского края в целом за 100 грамм всего-навсего 47 рублей это действительно не лохотрон сам заходил обедал все очень вкусно именно в этой столовой как раз таки ну на сегодня по ходу только бычки жареные можно отведать ничего ждем начала нового курортного сезона настоящий римлянин спартак даром братуха вообще коротко о парали их дословно с греческого переводится как набережная и это пожалуй первое мире набережная которая находится перпендикулярно берегу моря фонтан монтан конечно в это время года не работает он как же сегодня скользко здесь гулять вся бетонка покрылась корочкой льда очень скользко но видим что некоторые уже не застыли температура воздуха примерно плюс-минус 1 градус ну подробнее мы поговорим чуть позже еще один какой-то легионер побитый разбитый так ну и что могу подметить очень даже здесь пустынно ни один магазинчик пока не увидел работающим а мне сегодня надо будет где-то здесь перекусить универсам копеечка это даже не пятерочка один плюс один акция звоните но боюсь что звонить бесполезно все закрыто распродажа мыло от 25 до 80 рублей в общем пустые прилавки тоже не работает сегодня вышел на финишную прямую которая выведет нас прямиком к пляжу друзья что могу подметить витязева это в такие своеобразные урны контейнеры для сбора пластика расположены они примерно на всей набережной каждый метров 30 наверно как и сказал бы один блогер европейский уровень еще один универсам их не уже не копеечка монеточка аптека экскурсии кофе все закрыто заходите к нам на экзотический массаж в общем приедете сюда летом захотите покормить своим телом пираний милости просят еще одна шашлычка еще один огромный мангал прям фантомный запах такой шашлычка раздается как аппетитно но все здесь выглядит а особенно потому что еще не обедал да к сожалению шашлычка это закрыто тоже зимнее время на параллель строится такие своеобразные теплицы куда убираются пальмы которые в летнее время расположены вдоль всей этой аллеи ну видимо чтобы не померзла до зима нынче суровая уже третий или четвертый раз балует нас снегом братуха будучи ругаешься я просто прохожу мимо перестань кричать дерзкий братуха вывеска аквапарк олимпия 100 метров влево кстати даже никогда не обращал внимание что витязева есть свой аквапарк надо будет летом заглянуть показать его поподробнее сегодня естественно делать там нечего это будет твое лучшее лето последние магазинчики перед входом на центральный пляж витязева и что я вижу сейчас самые настоящие дюны вот оно последствия недавнего шторма занесло здесь все видно в этом месте какой-то своеобразный сквозняк образуется целые горы песка вот таким образом каждый год владельцы этих магазинчиков попадают на расчистку своего имущества до летом когда приезжаешь вот до верха этой арки точно не дотронуться сейчас можно смотрите как все занесло до расчищать не перечищать без техники специальной точно не обойтись лопатами можно до следующего курортного сезона 2023 здесь все чистить прошел главный вход витязева когда был здесь последний раз в принципе курортный сезон был еще не закончен это полу середина сентября было то есть еще купались люди да я сам купался тогда в летнее время если приедете сюда увидите деревянный настил который идет ведет вас к пляжу слева справа навесы шезлонги и так далее в общем вполне цивилизованный пляж но только не зимой вот еще небольшие последствия того же шторма нанесло на берег веток палок и только можете представить себе какой силы было были волны что донесло метров за 30 от берега до лютуют моря здесь зимой не по-детски люди взяли пакет собирают всякий пластик с берега моря за что им огромное человеческое спасибо благое дело делают и вот оно море витязева долгожданное пройдемся по берегу полюбуемся этой красотой послушаем завораживающий шум волн ну и в принципе позже сделаем традиционную минуточку релакса ну раз играет эта мелодия значит самое время поговорить о том что же нам сегодня послала небесная канцелярия и согласно гидромет youtube по поможет центру температура воздуха на 7 февраля 2021 года минус ноль целых семь десятых градусов то есть почти минус один градус посмотрим какая водичка не знаю будет ли уместным слова в воде можно сегодня погреться плюс 6 целых восемь десятых но однозначно теплее чем на воздухе пойдем прогуляемся дальше последствия все того же шторма вынесла какую-то целую пальму вот так можно и взять приподнять и посадить пусть растет дальше какая-то странная бутылка но у меня два варианта это либо джин поэтому не будут тереть и вдруг хаттабыч вылезет либо какое-то послание от наших предков письмо в бутылке тоже не буду трогать идем дальше ох уж эти бесконечные песчаные мили там на горизонте виднеется следующий курорт который будет на том пути это конечно же джима т дальше она последующий за горами пред горами это поселок суп всех ну дальше если по порядку будет по моему сука следующая большую триж малую триж и так далее как я рассказывал ранее в результате штормов на берег анапы выкидывает рапанов сообразный морской деликатес правда здесь осталось только ракушка видно чайки все повыклевали вот еще один еще один так вот рассказывали что примерно год назад в результате такого шторма весь берег анапы был усыпан такими морскими деликатесами жал жаль я пропустил в данную вспышку ну если кто-то услышит что в сей день повторилось данное явление то пишите в комментариях все брошу все дела тоже ринусь перед люди там мешками собирали для тех кто не смотрел мой прошлый обзор сегодня уже посетил поселок джематэ тоже анапский район и скажу там прогуливающихся людей на пляже гораздо больше десятка три наверно за всю прогулку я встретил а здесь пока что только три человека и даже на горизонте никого не видно ну сделаю вывод что в джематэ больше любят морские прогулки нежели витязева столько различных дров валяется на этом пляже говорят дрова нынче дорогие вот приезжайте кто печи дровами топит собирайте и благое дело сделайте и сэкономите на этом совместите так сказать приятное с полезным прошел уже по берегу моря больше чем 500 метров ниже смысла идти дальше все как-то однообразно пустынно но на этом месте предлагаю внести в наше видео традиционную минуточку релакса насладимся этой красотой вместе под завораживающий шум волн приятного просмотра минуточку релакса насладимся с небесным и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, скажите, друзья, как всегда заслуживает лайка. Как всегда ставьте не скупитесь, а мы пойдем в обратную сторону потихоньку. Конечно, расскажу еще вкратце информацию о этом пляже для людей, кто планирует сюда приехать в летнее курортное время. Посоветую это сделать в первой половине лета, потому что во второй половине, как и на всех песчаных пляжах Анапского района, море начинает цвести. Получается просто каша водорослей. Потом эти водоросли еще ближе к августа загнивать начинают с соответствующим, сопутствующим запахом. Ну, когда я приезжал, мне не совсем это понравилось. Ну и говоря про Витязева, в принципе, здесь эта проблема не такая острая, как в самой Анапе. Так, например, когда приезжал в 2019 году, во второй половине августа, то здесь, в принципе, уже была чистая прозрачная вода и водорослей на море не было. Но в 2020 году, когда приезжал, то, ну, эта проблема была до начала сентября, даже вот так вот. То есть, ну, кто-то пишет в комментариях, писал, это же полезно, там йод в этих водорослях и так далее. Ну, мне как минимум неприятно, а там делайте вывод сами. И даже когда был в Анапе, просто как болото, сплошной ил, люди купаются. Я брал небольшое интервью, ну, из 10 человек, 8, вызывая, ну, рассказывали, что они в восторге, им все нравится, всем рекомендовали, только 2 человека из 10 сказали, ну, больше сюда не приедем. Так что выводы делайте сами. Шел-шел, неспешным шагом дошел до пирса, откуда начинал сегодняшнюю прогулку. Ничего интересного, в принципе, я не увидел, чтобы вам показать. Росморт Порт желает нам приятного отдыха в летнее курортное время. Отсюда можно прокатиться на прогулочных катерах. Но только не сегодня, еще раз повторюсь. Ну и, в принципе, больше ничего интересного здесь нет. Пойдем в обратную сторону. Еще раз предлагаю прогуляться по этим песчаным дюнам, по самым гребням их. Полиция, вот так полицию замелось здесь со всех сторон. Окупировала природа. Здесь можно спуститься вниз и прогуляться прямо непосредственно уже вдоль ларьков. А здесь песок какой-то рыхлый. Чувствую, полные кроссовки песка будут сегодня. Ну, вообще говоря о песчаных пляжах, не совсем люблю их. Считаю, это отдых на любителя. Я, например, когда покидаю такие пляжи, у меня везде песок. В трусах, в носках, в кроссовках. Как бы я аккуратно не одевался, все равно. Потому что я неделю машину свою мою от песка, сиденья, пылесошу. Хотя многие со мной не соглашаются и говорят, что именно галечный пляж на любителя песчаный это супер. Дошел до теплицы, которую я показывал ранее, где на зиму спрятали пальмы. Зайдем, покажу, как они выглядят внутри сегодня. Жаль, нельзя передать этот божественный запах, а просто как какие-то непролазные джунгли вблизи реки Амазонки. Стоял бы и вечно любовался здесь. Ну, нет, пойду в обратную сторону. Время цигель-цигель. Прошел сейчас крокодиловую ферму. Есть и такая развлекуха в Витязево. Ну, вообще говоря о этом курорте в целом, здесь вполне много развлечений для детей. В принципе, как и для взрослых. Есть парк аттракционов, аквапарк, как я показывал ранее, крокодиловая ферма. Ну, то есть есть куда сходить, разнообразить. Ну, и ко всем прочему, недалеко расположена Анапа, в 10 километрах отсюда. Там, конечно, развлечений будет гораздо больше. Ну, можно съездить и туда будет. Дошел до входа в параллию. Ну, и на этом моменте буду с вами прощаться. Надеюсь, прогулка, как всегда, была полезной, интересной и развлекательной, конечно же. Ну, и если все-таки понравилось, поддержите лайками, балалайками, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Колокольки, колокольчик. Ну, и до новых встреч. Всех обнял, приподнял, поставил. Увидимся. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...